Северный город Делать самим, делать красиво в Усть-Илимске решили привлечь к созданию новогодних городков, школьников и местных предприятий. Колоссальной концертной программой завершилась серия мероприятий, приуроченных к открытию нового творческого сезона в ДК «Дружба». Помпиловские чтения прошли в детской библиотеке «Первоцвет». Умышленный поджог. Эта версия стала основной в ходе выяснения причин возникновения пожара в доме мэра поселка Железнодорожный Татьяна Мирошник. Сообщение о возгорании поступило на телефон 01 в ночь с субботы на воскресенье. На момент прибытия добровольной пожарной команды огнем была охвачена входная дверь, стены и пол на крыльце. Справиться с возгоранием удалось в считанные минуты. Глава поселения находилась на месте и пояснила, что неизвестный разлил у входа в жилище горючую жидкость, поджег и скрылся. Впрочем, прибывшие пожарные дознаватели и присоединившиеся к ним правоохранители не исключают и другие версии. Первые 24 парня, попавшие под осенний призыв, вооруженные силы Российской Федерации из Устилимской района уже отбыли к местам службы. Минувшую субботу в ДОСАВ прошел традиционный день призывника, где ребят проводили напутственными словами ветераны войны, работники администрации и уже опытные отслужившие товарищи. Всего за время осеннего призыва в ряды вооруженных сил планируется призвать 140 жителей Устилимской района в возрасте до 27 лет. 15 ребят удостоились чести служить на одноименном нашему городу малом противолодочном корабле, которому местные администрации и меценаты традиционно оказывают спонсорскую помощь. Наверное, в самом разгаре осенняя призывная кампания. На сегодняшний день уже проведено 4 призывных комиссии. Призвано вооруженные силы порядка 40% наших призывников, которые подлежат отправке. Ну и на следующей неделе мы отправляем первую команду в количестве 24 человек, которые пополнят воинские части центрального восточных военных округов. Мы планируем до середины ноября закончить призыв граждан вооруженные силы и конечная отправка у нас состоится в начале декабря месяца. Военком отметил, что количество призывников сокращается год от года. Это связано с тем, что армия все больше прирастает контрактниками. Однако полностью отказаться от призыва срочников, скорее всего, никогда не получится. Службу сегодня все чаще называют не долгом, а почетным правом гражданина. Это и понятно. Служил ему везде открыты дороги. И при поступлении в вузы, и при устройстве на работу. С учебки ты переезжаешь в какой-то, например, ВДВ, Маркфот, я не знаю куда, там уже сами перечислят меня, куда отправят. Там уже, глядишь, решат все. Главное, попасть в хорошую учебку. А так желание есть, конечно, скажи, почему же у нас состоится. Уже не бежишь никуда. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все мальчики служили, наверное, и отдавали, да, это в армии. Ну, не знаю. И как тут. Хочется, чтобы хороший командир попался, чтобы их не обижали, чтобы хорошая участь попала. Старшие товарищи не особо пытались успокоить призывников и их родителей. Рассказывали правду, чтобы не было иллюзий и разочарования. Кем бы вы себе ни казались, сильными, умными, смелыми, отважными и так далее, пока это не так. Понимаете, нельзя залезть за руль грузовика и стать великим водителем. Нельзя залезть в самолёт и стать пилотом. Нельзя взять в руки автоматы и стать бойцом, солдатом, воином. Этому надо учиться. Как вы должны для себя понять, нельзя научиться драться, ни разу в жизни не подравшись. Нельзя научиться переносить тяготы и лишения, ни разу в жизни их не испытав. То есть то, что с вами будут делать в армии, это такая форма обучения. И обучаться надо добросовестно. Это делается не для того, чтобы над вами поиздеваться или ещё что-то, как бы вам это ни казалось. На самом деле, это такая форма обучения, отработанная годами, столетиями. Поэтому, ребята, учитесь достойно. И только тогда вы станете воинами, а не просто ребятами, которые взяли в руки автоматы. А вот ветеран Великой Отечественной войны Алексей Скрипак с годами даже постиг мудры из такого неувлекательного, на первый взгляд, документа, как воинский устав. Прежде всего, выучить устав вооружённых сил. А в уставе там конкретно написано, конкретно сказано, что ты должен делать. Начиная службу с подъёма. Подъём на физзарядку. Учиться выполнять все приказы командира. То есть научиться быть подчинённым. Научиться выполнять приказы. И не только выполнять, просто выполнять, а выполнять со своей инициативой. Напутствовать новобранцев решили больше 10 представителей городской и районной администрации, общественных организаций, депутатов и ветеранов. Мероприятие затянулось почти на полтора часа. Бескультурные программы было бы тяжеловато. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Максим Сизых, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Продолжается приём замечаний и предложений к проекту решения городской думы об утверждении порядка представления и заслушивания ежегодного отчёта мэра города Устилимска. Этот документ призван урегулировать все спорные моменты в процедуре представления заслушивания отчёта, а также утвердить показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления. Первое такое мероприятие прошло на прошлой неделе. Мэр города Вакиль Тулубаев встретился с людьми, которые принимали непосредственное участие в строительстве и становлении города. Отцы-основатели высказались за то, чтобы сделать процедуру заслушивания отчёта публичной. Ежегодно в назначенный день в ДК «Дружба» не только мэр города, но и депутаты городской думы могли бы отчитываться перед жителями, отвечать на их вопросы и получать оценки. В администрацию Устилимска прошло заседание рабочей группы, на которой обсудили проекты строительства новогодних городков. В целом с задумками архитекторов согласились, но попросили создать не специфические, понятные только профессионалам схемы, а красочные 3D-модели, чтобы в обсуждении проектов, а затем и в строительстве могли бы принять участие и простые горожане. В этом году планируется построить 3 снежных городка. По одному, как обычно, возле ДК «Дружба» и «Наимушина», еще один на высотке. Департаментом определились с минимальным перечнем конструкций на самом городке. То есть это строительство ёлки, строительство трех горок, это большая, средняя и малая, и двух элементов посещения, скажем так. Это лабиринт, чаша для маленьких пяти. Да, и тир еще. Произвели мы расчет всего этого технических характеристик, которые я сейчас озвучил. Мы по стоимости определили, по времени и сколько. И дополнять мы, скажем, чтобы площади не были пустыми, дополнять мы будем новой эллиминацией, которую планируем приобрести в этом году. Это элементами, значит, объемных конструкций световых, которые будем устанавливать на площадях, что правого и левого берега. По мнению специалистов, снежный городок возле левобережного ДК Наимушина проектировать с одной стороны проще. Естественные границы определены самим зданием, а также лавочками возле фонтана и проезжать частью. С другой, тем тяжелее придумать что-то новое и необычное. У фонтана по центру от двух входов к фонтану устанавливается ёлка. У ёлки Дед Мороз со снегурочкой. И световая композиция из, ну, там, по-моему, там от метр двадцать до семидесяти сантиметров со стороной куба три, ну, таких вот по стилю, как подарочные такие вот, как подарки, как коробочки. Да, коробочки такие. Они вот там есть в изображении, я имею в виду на... Пятый пункт. Да, да, да. С обратной стороны. Они устанавливаются на подиумах. Дед Мороз. Да, 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 да. Вот, они устанавливаются на подиумах под ёлкой рядом со снегурочкой Деда Мороза. Здесь же, здесь же рядом с ёлкой, ну, мне так показалось, да, логично было бы разместить эту, ну, вставшую из некоторых пор традиционную такую чашу для самых маленьких, когда его туда можно забросить будет и не беспокоиться, что он куда-то пропадет, потому что сам он выбраться оттуда не сможет. Впервые к постройке снежного городка планируется привлечь общественность. В частности, из прессованного снега будут созданы специальные кубы, из которых, в свою очередь, учащиеся обычных или школ искусств сделают и рёзы красят потом нечто на своё усмотрение. А возле основной ёлки планируется собрать парад из меньших по размеру ёлок, представленных предприятиями и бизнесменами. Фантазии участников также не ограничивают. Это могут быть и не лесные красавицы, а нечто модерновое, главное, симпатичное и безопасное. Также от привлечения народа ожидают поднятие сознательности. Как минимум они будут смотреть там, хотя бы за своим или там... Каждый будет гордиться своим президентом. Да, и ломать соседей. Такая же ситуация с альтернативными ёлками. Сергей Клименок предложил вывести обсуждение снежных городков народ. Для этого попросил сделать схему более понятной, желательно вообще цветной, подробной и объёмной. Чтобы это была не схема расположения рабочая, а чтобы это был такой вот... Наглядный проект. Наглядный, который любой ребёнок, взрослый, он понял, что вот это так, увидел для себя что-то или не увидел. То есть мы вот... Схема размещения, она представлена, и в то же время предложен такой, как скажем, осушление такого творческого подхода, который бы привлечёт ребятишек, ещё каких-то творческих людей, там, руководителей, ещё что-то, чтобы они поучаствовали в создании самого городка. При этом условие здесь для этого создать можно. И идея сама по себе, она для нас, наверное, новая в чём-то, потому что всегда было так, что приходил кто-то, специалист делал, ну а потом всё обсуждал. Здесь, пожалуйста, есть возможность применить свои собственные фантазии, реализовать на практике. Максим Сизых, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Штрафы для чёрных лесорубов начинают становиться более чем ощутимыми. Так, на днях Усть-Илимский городской суд приговорил одного такого полунелегального дельца к штрафу в 5 миллионов рублей. Мужчина арендовал небольшой участок для рубки в Илимском лесничестве. В процессе решил, что где одно деревце, там может быть и два, и три. Однако он не учёл, что лесники знают каждую сосёнку на вверенных им участках, что называется в лицо. Установлено, что бригада предпринимателя спилила под шумок почти полторы тысячи кубометров древесины. Изначально чёрный, хотя в этом случае было правильнее сказать серый лесоруб, едва не отделался почти символическим штрафом. Однако, приняв во внимание масштабы содеянного и достаточно высокий уровень его благосостояния, прокуратура настояла, чтобы штрафные санкции немного приблизились к космическим. Всю прошлую неделю в городе проходили различные мероприятия под общим названием «Неделя с дружбой». Так, в минувший понедельник горожан пригласили на утреннюю зарядку с артистами ДК «Дружба». В последующие дни прошла интернет-викторина «Всё о дворце». Далее творческие коллективы посетили социально ответственные предприятия города с программой «Спасибо за дружбу». Завершилась неделя концертом под сводом дружбы и праздником для детей. Дворец культуры «Всё о дворце» открывает новый 31-й творческий сезон. В новом творческом сезоне мы подарим зрителям как полюбившиеся традиционные творческие проекты, так и новые придуманные интересные творческие проекты. Вот за 31 год у нас только появилось друзей, партнёров, единомышленников, и у нас родилась такая интересная акция – это «Неделя с дружбой». Для того, чтобы поблагодарить всех зрителей, поклонников, друзей, партнёров и друзей за дружбу с дружбой. Однако после пулемётной очереди из акции во время «Недели с дружбой» праздники не заканчиваются. Так в середине ноября будет проведено мероприятие «Её Величество Женщина». В этом своеобразном конкурсе, раскрывающем многогранность прекрасного пола, пожелали применять участие все основные предприятия и учреждения города. Не забывают про детей. У нас третий год успешно реализуется проект «Школа фольклора Истоки». Этот проект для детей, и он направлен на изучение традиционной культуры сибирского региона. Этот проект предусматривает пять занятий – это тетрализованные представления и практические занятия. Также организаторы из «Дружбы» придумали, как помочь детям выбрать профессию, чтобы это не было скучно. «Для детей еще мы тоже готовим масса, много творческих проектов. Это мы решили провести сладкие праздники для детей. Это в связи с юбилеем, в 2018 году юбилеем нашего города. И эти праздники пойдут циклом, цикл театрализованных таких программ, где будем рассказывать ребятишкам о устилимских предприятиях, которые… Это сладкие праздники, допустим, начинается праздник лимонада. У нас они познакомятся, как выпускают эту продукцию. Праздник пряника, праздник торта, праздник шоколада, мороженого и так далее, где потом в конце завершится этот праздник фестивалем сладостей». Ирина Яковлева, Максим Сизых, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Молодежным парламентом при Законодательном собрании Иркутской области в целях патриотического воспитания, сохранения и популяризации исторических знаний, а также оценки уровня исторической грамотности жителей региона, инициировано проведение областной акции «Тест по истории Иркутской области». Тестирование пройдет 28 октября на всей территории Приангария. В Устилимске оно будет организовано во всех городских школах с 12 до 15 часов. Также в этот день тест можно пройти в онлайн-режиме на сайте Законодательного собрания Иркутской области. Из-за развития интернета и электронных книг библиотеки все больше превращаются из неимевших конкурентов хранилищ знаний в культурные учреждения, где умеют заинтересовать и просто объяснить о выдающихся произведениях и авторах. Так на днях в Центральной городской детской библиотеке «Первоцвет» прошли вампиловские чтения, посвященные 80-летнему юбилею нашего писателя-земляка. Я проклинаю тот день и тот час, когда впервые все писать рассказы. Ненавистны те люди, которые говорили, что у тебя все получается. Сколько раз я пытался бросить, но легко сказать – бросить писать. Нужно избавиться от тысячи дурных привычек. Я приобрел вести две тысячи хороших. Можно стать вежливым, чутким и бескорыстным. Можно бросить пить, курить. Можно бросить, наконец, жену, детей. Но бросить писать. Человек, раз напечатавший рассказ, уже никогда не становится печать. В этом году вся наша страна отмечает 80 лет нашего славного земляка Александра Валентиновича Бампилова. И мы, конечно, в стороне не остались. Наша библиотека «Первоцвет» сегодня проводит вечер, музыкальный и литературный вечер. Вспоминайте меня весело. В вечере участвуют учащиеся 11 классов школы номер 7. Будут представлены зрителям романсы, которые очень любил вампилов. Сценки, которые представят дети. Ну и литературно-музыкальная композиция. На этом наша программа подошла к концу. Как будут развиваться события, мы расскажем в среду. А я желаю вам всего доброго. Берегите себя. Субтитры предоставил DimaTorzok